Добрый день, славучане! Мы в первой школе. Здесь избирательный участок для тех, кто проживает в Вильнюсском, Рижском и Прибалтийских кварталах. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как идет голосование. И пока я буду разыскивать руководителя этого избирательного участка, Антон поснимает, что, собственно говоря, происходит в избирательном участке. Но, могу сказать, людей не очень много пока. Так что, если вы смотрите репортаж, подходите. Я, конечно, воспользуюсь служебным положением и тоже проголосую. Как видите, людей мало, поэтому можно очень даже быстро проголосовать. Сейчас пойдем в кабину и там отметим, ну, скажем так, мою кандидатуру на президента. Естественно, выборы надо делать только в кабине, чтобы никто не видел, за кого вы голосуете и, желательно, никому бюллетень не показывать. Надеюсь, угадал с президентом, будет именно тот, за кого я голосовал. Ольга Николаевна, как начались выборы? Вовремя открыли? Все нормально? Открылись вовремя, происшествий никаких у нас не было. Люди уже активные с 8 часов. Уже очередь у нас даже была. И сколько примерно, по оценке, проголосовало людей с вашей точки? Нет, там 207 человек только проголосовало. 207 человек? 207. А всего у вас на участке? 2258. Губератив. Я понял, хорошо. И самый страшный вопрос, который вас мучает и сегодня, и сейчас. А когда вы собираетесь закончить подсчет голосов? Постараемся активно посчитать. У нас избирательный участок работает с 8 утра до 8 вечера. Приходите. У нас на районе очень активные и сознательные люди. Приходите, делайте ваш выбор. На 11 часов утра в школе номер один проголосовало чуть больше 12%. Дворец детей и молодежи достаточно новый избирательный участок. Точнее, даже, по-моему, это первое место Дома культуры и энергии. Но, прежде чем наш оператор зайдет и посмотрит, как там голосуют, я хочу сказать, что в Австралии выборы уже закончились. Как вы понимаете, там немножко другое время. И где-то к 11 часам по киевскому времени в австралийских избирательных участках уже все закончилось. Так что где-то, наверное, к 3-4 дня уже будут известны австралийские результаты. Ну, а мы идем в Дворец детей и молодежи. Так, наша дельница открылась в частном, без порушенном, працюемом. И на это время примерно сколько проголосовало у вас? Ну, ориентировочно, можно в процентах, можно в количествах. На нашей дельнице проголосовало приблизно 180 человек. 180 человек. А сколько всего избирателей? 2169. Хорошо. И самый страшный вопрос, который я задаю на всех избирательных участках. А когда вы закончите подсчет голосования? Как Бог даст. На 11 утра по 20 детей и молодежи проголосовало чуть больше 8%. Еще один избирательный участок – киноконцертный комплекс. Здесь тоже достаточно активно, судя по количеству людей, которые подходят к избирательному участку. Сейчас наш оператор пойдет снимать, как там все происходит. Я буду разыскивать руководителя участка. А пока интересная информация. А вот позже всех за президентом проголосуют на западном побережье Соединенных Штатов Америки. Ориентировочно где-то в 7 утра 1 апреля. Ну, там результаты мы будем знать позже всех. А еще, если говорить о результатах, то предварительные результаты количества словучан, которые проголосовали у нас на выборах, смотрите на нашем канале, на YouTube-канале и Facebook, где-то в 20.30. Ну, а итоги, смотрите, уже 1 апреля, понедельник, ориентировочно в 10, в 11, в 12, как только закончится голосование. Мы будем первыми, которые сообщат, а кто же с точки зрения словучан должен стать следующим президентом Украины. А точнее выйти во второй тур. Я думаю, это наверняка. Как у вас проходит голосование, какой процент, ну, сколько примерно проголосовало уже? Ну, сейчас на 11.00, где-то приблизительно будет 250 выборцев, проголосовало. Все спокойно. Все спокойно. Вовремя открылись. Да, на 8.00. Вы открылися, тихенько, выборцы все, без никаких скарг, без ничего, все чудово. Вот на ваш взгляд, все-таки больше молодежи пришло или по-прежнему люди по старшему? Ну, ранку больше по старшему веку. Да, молодых еще не дуже багато было. На 11 часов утра в киноконцертном проголосовало чуть больше 11% избирателей. По состоянию на 11 утра по Украине проголосовало 16,08% избирателей. Наш следующий экспресс-выпуск смотрите на нашем YouTube-канале и в Facebook ориентировочно в 20.45. Чтобы выбрать нового президента, прийди на виборчу дільницу с 8 до 20.00. Май при собі паспорт або ж інший документ. Отримай бюллетень та зроби свій выбор. Прийди на президентские выборы. Проголосуй за Украину. Проголосуй за Украину. Проголосуй.